Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 300-190. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня с вами я, Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей программы. Итак, Константин Молчанов, подполковник полиции, начальник отдела управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области. Константин Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. И Сергей Алексеев, руководитель волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова». Сергей Александрович, приветствую вас. Уважаемые друзья, сегодня говорим о розыске без вести пропавших людей. По данным полиции, с начала года 2024 в Тверской области зарегистрировано свыше 1300 заявлений о пропаже людей. 97% найдены. В среднем в течение года сотрудниками полиции устанавливается местонахождение более 90% без вести пропавших. 80% находятся в течение 10 дней. И лишь 1% это жертва преступлений. Правильная статистика, да, Константин Константинович? Сегодня говорим о без вести пропавших. Но к этой категории относится много. В этой категории еще есть свои категории, да? Вот расскажите, кто же считается без вести пропавшим? Ну, я начну с того, что все, наверное, знают и понимают, что розыск без вести пропавших возложен на полицию. Вот, и поэтому мы осуществляем розыск. То, что касается вашего вопроса, да. Мы категорию без вести пропавших делим как бы на несколько групп. Вот, в качестве примера хотел бы и, чтобы было понятно для аудитории, хотел бы разъяснить. В качестве сразу примеров, и будет, наверное, сразу понятно. То есть, ну и в дальнейшем уже граждане, если будет такая, такие случаи, ну, то есть, будут для себя сразу уже понимать, что делать, как делать. Первая ситуация. Не вернулся супруг, либо супруга с работы. Не вернулся или запоздал? Или, допустим, час, два, нет, да? Не отвечает на звонки, телефон работает. Ну, просто не отвечает. Час, два, три, к установленному времени он не вернулся. Будем так говорить. Первый случай. Второй случай, это также телефоны работают. Мы сейчас тоже привязываемся постоянно к телефону, чтобы было всем понятно. И, то есть, это будет, наверное, проще. Ушел в лес, не вернулся родственник. То же самое. Телефон работает, не отвечает, но уже запоздал со временем. И третья, это категория нашей несовершеннолетней, это наша группа, так называемая, риска. С ней, конечно, гораздо все сложнее. Теперь, непосредственно по вопросу. Третья категория подростки. Совершенно верно. Несовершеннолетней, так называемая, наша группа риска. Теперь разбираем. И каждый для себя делает вывод. Нужно ли сразу обращаться по первой категории, скажем так. Ну, мы ее за скобки вводим, да. Первая категория, когда супруг не пришел, либо вот. Не знаю. Ну, может задержать. Мало ли, у него жизнь бывает разная. Вот здесь, да. Каждый для себя принимает решения самостоятельно, да. И вот по второй и по третий, здесь я считаю, что медлить ни в коем случае нельзя. Это нужно обратиться незамедлительно. Чем мы раньше начнем, первое полезное удар, чем мы раньше начнем, тем у нас будет эффективный, скажем так, розыск. Вот. И в конце концов найдем. А по третьему варианту, так называемая группа наша риска несовершеннолетних, здесь нужно, да, конечно, обязательно обращаться в первую очередь. Обращаться в заявление в полицию. Да. Каждый территориальный орган можно обращаться, заявление в обязательном порядке примут, независимо по месту регистрации, где зарегистрирован заявитель, где он проживает, тем более. Допустим, человек приехал в деревню, прописан в Твери, да, зарегистрирован, приехал в деревню Лихославский район, там, или в Пеновский, да, если ушел в лес родственник какой-то, да, в Пеновском районе, идем туда. Заявление. Да, конечно. То есть, в обязательном порядке примут заявление. Дежурный принимает заявление, организовывает мероприятие, то есть, идет сразу же ориентировка наружных нарядов, которые находятся в этой единой дислокации, МЧС, мы сейчас говорим о Лесе. О Лесе. Да, МЧС и Росгвардия. Ну, и параллельно, параллельно, мы уже, конечно, не мы, а дежурная часть, тот территориальный орган, где потерялся, уведомляет наш отряд волонтеров. Отряд волонтеров, мы сейчас перейдем к ланчерам. Да, да, да. Да, когда поступает заявление, вот это вот сигнал тревоги о пропавшем человеке, у вас же существует еще бюро регистрации несчастных случаев. Да, теперь о бюро регистрациях несчастных случаев. Параллельно, параллельно, да, работает так называемое это бюро. То есть, у них сконсолидировано на рабочем месте все базы, которые у нас есть в подчинении. То есть, и включаем медицину, и, как ни печально говорить, морги. Вот. При поступлении звонка обращаться могут туда любой гражданин. При поступлении звонка этот звонок регистрируется, специальный журнал, и идет обработка информации. Если в телефонном режиме не смогли ответить на вопрос, который поступил по телефонному звонку, дежурный БРНС обязательно перезвонит и выдаст исчерпывающую информацию. Если она, эта информация какая-то затянулась, то на протяжении всего времени, каждые сутки, дежурный будет обзванивать и доводить эту информацию до заявителя. То есть, такой порядок. То есть, если раньше человек сам обзванивал все, что есть, по телефонной книжке, больницы, морги и прочее, то теперь существует служба этого делать не надо. Ваша задача, главное, подать заявление. В масштабах, да, в масштабах у МВД, ну, то есть, у МВД созданы такие подразделения, бюро регистрации, несчастных случаев. Хотел бы пользоваться случаем, ну, продиктовать новый телефон, который там организовался. Телефон будет 32-92-37. Да, это очень важно. 32-92-37. Бюро регистрации несчастных случаев. Работает он в режиме круглых суток. Временно сейчас работает с 9 до 21 часа. Временно, подчеркну. А вся та информация, которая поступает, когда нет дежурного, она регистрируется в книгой, в электронной книге. И после того, как утром они заступают, вновь заступают на рабочее место, они осуществляют обзвон всех этих поступивших звонков, регистрируют в журнале. И держат связь с родственниками, конечно же. Совершенно верно, да. Каждый день кто-то обзванивает. Сергей, когда подключаются волонтеры? Допустим, вот заявление написал человек, а мы берем опять же тот же самый лес. Если человек все-таки пропадает в лесу, информация к нам поступает либо от родственников, либо от правоохранительных органов. Ну, в любом случае, то есть при любом поиске так происходит. Соответственно, сова включается. У нас есть также наши дежурные инфорги, которые, если есть необходимость, сразу начинают делать прозвон. Также параллельно с БРНС, то есть мы начинаем делать самостоятельные прозвоны. Если требуется и по два, и по три раза, у нас уже тоже во всех больницах, во всех, к сожалению, моргах, все знают и все нам предоставляют такую информацию. Соответственно, когда мы получаем необходимую информацию по потеряшке, по нашему, то есть в чем ушел, куда ушел, предположительно, зачем ушел, был ли с собой телефон, какие лекарства и так далее, состояние здоровья, все выясняем и объявляется уже тогда сбор на поиск. Сбор. По времени, время чек какой у вас? Есть вот это правило? Ну, тоже, чем раньше соберется, тем естественно лучше. Только Константин Константинович сказал, тут время уже играет. Ну, благодаря тому, что отряд сейчас разросся, у нас сейчас 17 подразделений, практически в каждом районе в Тверской области, мы можем реагировать практически моментально. То есть, ну, там от 20 минут мы уже можем собраться и выезжать. Если мы понимаем, что поиск пока неудачен, да, то есть человека не нашли, поиск разрастает, соответственно, там уже на второй день уже могут из других районов уже подключаться и ехать туда. Здесь непосредственно физический поиск, да? А когда ориентировки, что называется, наклеиваются на здание, на подъезды, на заборы? Это так называемый инфопоиск. Соответственно, мы не обладаем той информацией, где может находиться человек. Соответственно, мы уже начинаем искать его через распространение как раз вот этих ориентировок, через распространение информации в средствах массовой информации, за что вам отдельное спасибо. Сейчас к нам там создали специальный чатик, где у нас есть много, ну, так скажем, журналистов, да, которые нам забирают информацию, размещают у себя в тех же там соцсетях. Уважаемые друзья, сейчас приведемся на небольшую рекламу, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня говорим о без вести пропавших. У нас в гостях сотрудник полиции и руководитель волонтерского движения отряд «Сова». Сергея, начали говорить, Коля, перед перерывом о поиске тех, кто заблудился в лесу. Часто удается находить, вот если вот когда вы выходите, вы прочесываете местность, как это работает? У нас несколько, на самом деле, методик по поиску именно в лесу. То есть это либо мы работаем на отклик, и группа рассылается по разным направлениям, мы просто работаем на отклик, ну, какие тренейные ориентиры так отрабатываются, просеки лесные, там, железная дорога, в таком плане. Либо мы работаем на прочес. Ну, на прочес, это, как правило, мы ищем уже неживого, скорее всего, человека. Либо человек, который не сможет нам ответить. А, такое тоже случается, да, к сожалению? К сожалению, да. Работать приходится, я поняла, сейчас, вот, допустим, вот у нас, возможно, начинается грибной сезон уже, в любую погоду и в любое время суток, часто ночью, да? Даже чаще ночью. То есть вы не смотрите на то, что вот надо ехать, а вот дождемся утра? Нет, такого не бывает. То есть в любом случае находятся ребята, которые максимально активны, которые могут себе позволить ночью выезжать. Как правило, все волонтеры имеют работу, и днем мы просто физически не можем никуда выехать. Бывают исключения, конечно, но ночью, как правило, все свободны, все выезжают. Поиск в лесу, это, скорее всего, уже работа с МЧС, да? С аварийно-спасательной службы. Да, как правило, ну, то есть в лес выезжает МЧС, как правило. Ваш совет сейчас, люди собираются идти, допустим, в лес за грибами, за ягод-то нету нынче в лесу, к сожалению, за грибами. Что с собой брать, как себя вести? Допустим, человек понял, что он заблудился, дальше действия какие? Если вот человек понял, что он заблудился, все, он не знает, куда идти. Он какое-то определенное количество времени назад, все, потерял свой этот ориентир. Что нужно сделать? Нужно остановиться. Не надо идти дальше, вы можете уйти в абсолютно другом направлении и усложнить и себе жизнь, и нам, вот эту нашу работу. По поводу того, что нужно брать с собой, обязательно с собой нужно брать заряженный телефон, желательно с собой брать пауэрбанк, потому что, если вы будете в сети, это вас спасет. У нас сейчас работает активная группа лес на связи, не буду в тонкости вдаваться, но по телефону выводят из леса. Обязательно с собой нужно брать перекус, который не испортится, если это будет жаркий день. Обязательно с собой нужно брать воду, лекарства на себя. Если вы знаете, что в 9 вечера вам нужно выпить лекарства, обязательно его с собой возьмите. Может на несколько дней даже. Теряются абсолютно все. То есть возраст не важен? Не абсолютно не важен. У нас теряются и, ну, детей, слава богу, не так много, но были случаи. И теряются и взрослые люди, так скажем, работоспособные, теряются пенсионеры, которые утверждают, что я всю жизнь в этом лесу, я все здесь знаю, каждое дерево, теряются в любом случае. Вот, поэтому вот это надо брать с собой. Как только вы остановились, попробуйте создать для себя такую зону комфорта. То есть попробуйте разжечь огонь, попробуйте укрыться от дождя, если это какая-то плохая дождливая погода, и сидите, ожидайте. Но никуда не ходить. Желательно не ходить. Просто на месте и ждать. Либо на отклик, либо по телефону, и вас будут овладеть профессионалы. Да, абсолютно правильно. Что касается без вести пропавших вообще людей, возвращаться к общей массе, Константин Константинович, как долго... Дополнить. Да, да, конечно. Да, лес. Мы от леса уходим, да, от этой тематики. Эффективность поисков мы здесь не затронули. От чего зависит эффективность? Я рекомендую, если человек уходит в лес, кто-то из родственников должен знать, куда он ушел, поскольку во времени он ушел. Почему мы не находим людей, у нас эффективность низкая бывает порой, потому что мы не знаем, где искать. Вот, если мы знаем, если у нас будет оправная точка, человека найдется, ну, я думаю, 99,9%, учитывая такой массив, как волонтеров, мы находим. Хотя бы сторона, да, если не трудственников, скажи соседу. Да, все равно. Если ты пошел из деревни или с дачи. Повторюсь, да, эффективность низкая из-за того, что мы не знаем, куда ушел человек. Местные жители, как правило, знают какие-то местные ориентиры. Я там колокольник старый пошел, мы как волонтеры, мы из Твери, я не знаю, как в Калязине, где-то старый колокольник. Местные жители это знают, покажут это на карте. На первоначальном этапе, да, то есть массово прочесываем, но это неэффективно, это сложно. Берем вариант, человек не находится ни в ближайшие 10 дней, ни в следующий месяц, что дальше? В полицию поступает заявление, это заявление рассматривается 10 суток. Если в течение 10 суток мы не установили местонахождение, ну, скажем так, разыскиваем лица, то есть по всем категориям, да, чтобы не повторяться, заводится так называемое растное дело. Растное дело, то есть рассматривается, ведется, проводится оперативно-рассовое мероприятие 10 лет. 10 лет? 10 лет, да. А при заполнении заявления, это заявление на 10 листах, ну да, такой сложный алгоритм, прописывается не только фамилиями отчества и болезни, которые, недуги, которые были, да, так прописывается и отмечается так называемые антропологические данные. Это что? Это нужно, это рост, вес, размер, угол, то есть все, все, на 10 листах, да, это все проставляется. Это нам последствия, вы уже, наверное, понимаете, для чего нужно. То есть если, ну, то есть бывает и такое, что мы не находим. Вот, находим через 10 лет, через 20 лет. Поэтому останки человека. Совершенно верно. То есть при заведении ростного дела изымается букальный эпители у родственников и ставится на федеральный учет. Вот, и эти, скажем так, профили ДНК работают в течение всего времени. Пока, ну, то есть они там уже встают пожизненно, пока мы не найдем останки. То есть при обнаружении там лесного массива, не обязательно, да, проводится экспертиза, изымается биологический материал. Также этот биологический материал ставится на федеральный учет. И, то есть там бывает, что и собьется. То есть таким образом устанавливаем родственную принадлежность. То есть не всегда мы, как уже это обсуждали, здесь находим живые. Есть небольшой процент. Да, где мы находим живые. И волонтеры к розыскной работе привлекаются тоже не всегда, да? Есть оперативно-розыскная работа. Совершенно верно, да. Мы не всегда их привлекаем. Львиная доля – это поисковые мероприятия в лесу. Вот здесь. Леса разные, Сережа, так приходилось выезжать в разные районы. Где чаще всего, вот так, по вашим данным? Это какая-то глубинка или пригород Твери? На самом деле год от года меняется вот эта статистика. И у нас как-то был, по-моему, 19-й год, это был сплошной Конаковский район. Просто каждый день практически был поиск в том районе. На следующий год это был Торжовский район. То есть прям такой статистики по районам нет. Раньше Бич, у нас Калининский. Калининский. Ой, это просто беда. Ну, Калининский пригород, да, еще в 90-е, я помню, да, в Алихии, когда тоже искали без вести пропавших, к сожалению, неживых людей. Но там тоже, когда господствовал бандитизм, у нас, к сожалению, было такое. Что касается подростков, давайте отдельной категории. Мы говорим сейчас, наверное, обращаемся к родителям в качестве профилактики. Если собирается семья идти на какое-то массовое мероприятие, на концерт или праздник, или что-то в городе, чем нужно обеспечить своего ребенка? Ну, если принято такое решение, и вся семья идет на какое-то мероприятие, то советы будут такие. Нужно иметь, наверное, при себе фотографию, фотографию ребенка, ну, то есть в той одежде, в той одежде, к которой он пошел на это мероприятие. Будем так говорить, что... Легче, конечно. Ну, да, это будет гораздо легче. Почему легче? Потому что мы потом впоследствии будем просматривать камеры, камеры разрешения, ну, всякое бывает, что и непонятное лицо, там, девочка, либо мальчик. Но по одежде все будет понятно. Либо он в белом, либо он в светлом, либо он в темном. То есть по одежде все это понятно. Это облегчит нам работу в дальнейшем при изучении камер видеофиксации. Ну, соответственно, мы сейчас говорим о категории, ну, наверное, несовершеннолетних. И после 14 лет у всех есть гаджеты, ну, то есть телефон... Ну, если маленький ребенок, то, наверное, какие данные о родителе? Да, совершенно верно. Данные о родителе, ну, просто какую-то записку в карман, чтобы телефон, чтобы было понятно, кому позвонить, что позвонить. Да, это, кстати, и помогает нам. Достаточно часто теряются дети. Теряются, да? Да, и родители, которые продвинуты, да, они это делают. Они там вписывают свои имена, фамилии там и телефончики. Сереж, Сова ищет и детей в том числе? В том числе детей, и подростков, и, к сожалению, сложных подростков, которые, бегунки так называемые. Которые уже, как желается, в крови, да? Которые чуть ли не каждую неделю стремятся куда-нибудь. Вот как раз информация об одежде, то есть достоверная. Вот если есть фотография, прям вообще идеальная. Мы когда организуем автопатрули, катаемся по городу, высматриваем, уже глаз автоматически просто отсеивает. Да, там, ищем темную одежду, синие штаны. Был недавно, ну, в том году, наверное, был такой поиск, когда пропали двое подростков. Один из них был в красных штанах. А! Просто едешь по городу и смотришь, где красные. О, красные штаны, так это же они, все. Это вы сказали о красных штанах в свою бытность. Мы все время говорили, что, уважаемые друзья, не ходите в лес-камуфляжа, потому что вы сливаетесь с зеленым, да, с зеленой средой. То есть совет здесь тоже такой, поярче одежды, да? Мало ли чего. В принципе, любая одежда через двое-трое суток в лесу становится свето-камуфляжа, да, становится грязной. А тогда, конечно, будет издалека уже лучше видно, что если в цвет, в одежде, не в том цвете, который в лесу преобладает, то есть желтое, красное будет заметно. Ага, Константин Константинович сказал, что вот не все камеры, но, тем не менее, просматривают видеокамеры в волонтерской работе, это тоже часто надо, да? Насколько идут на отклик волонтерам жители Твери и Верхневолжья? Есть какие-то проблемы, скажут, ну, как бывает, вот как вот уборщица бывает встанет, так в дверях, говорит, не пущу. Так и здесь. Мы не дадим вам посмотреть видеокамеры, это часто очень важно. У сотрудников полиции такого не бывает. У сотрудников полиции такого не бывает. Вы показываете удостоверение. Здесь у вас есть тоже какие-то удостоверения у Савы? Нет, удостоверений нет. Мы, единственное, на поиск всегда выезжаем в одежде с атрибутикой, ну, то есть уже, в принципе, узнаваемая в городе. Но, к сожалению, не всегда находятся люди, которые готовы нам помогать с камерами. То есть есть отзывчивые, которые сразу показывают, даже в сетевых магазинах спокойно пропускают, показывают, там эти камеры есть, конечно, которые отказывают. Ну, тогда мы обращаемся за помощью. Тогда уже непосредственно в полицию, но это, опять же-таки, теряется время. Это вообще, это очень важно, да, чтобы люди приходили на помощь? Конечно, конечно. Если человек, мы точно знаем, что человек в городе потерялся, определить направление его движения в первые часы, то есть это прям золото для нас. Мы уже сразу понимаем, условно, что он идет в пролетарский район. Все, мы уже начинаем искать именно травм. Возвращаясь к подросткам. Мы сказали, предупредили родителей, чем обеспечить, если вы все вместе выходите или там с бабушкой ребенок пошел на какое-то мероприятие в городе или у себя в населенном пункте. Что касается других детей, которые вот есть такие, которые периодически убегают и из дома, и из тех учреждений, где они воспитываются? Да, дети убегают не только из дома, но и убегают из специальных реабилитационных центров, детдомов. Да, это так. Ну, мы будем считать, что это разные категории детей. Ярлыки и бешить никому не будем. Ну, да, конечно. Ну, и теперь непосредственно по причинам, да. Ну, если это ушел из дома, ну, это, наверное, будет больше 90%. Это в учебном процессе двойки забирают телефоны. То есть, ну, вот, тем самым, вот, насолить маме, папе, убежал. Вот, осознает через три часа, ну, то есть, и начинает уже думать, пора возвращаться домой. Ну, мы ждать не можем три часа, полиция, вот, мы изначально сразу проводим мероприятие. Ну, если, то есть, никого не секрет, если ушел с телефоном, это достаточно просто и быстро. Но, как правило, если родители забрали телефон, вот, это уже проблема. Это уже сложно. Да, где может находиться ребенок, никто не знает. Как правило, он один, он друзьям ничего не рассказывает. Вот, подключаем наших доблестных волонтеров. То есть, и у нас, забегая вперед, в настоящий момент, нет неразвистских детей. Все найдены? То есть, ни одного ребенка, пропавшего без вести, в Тверской области не существует? Да, в настоящий момент, да. И вторая категория несовершеннолетних, это те, кто ушли с детдомов, с специальных реабилитационных центров, больниц. Вот, здесь причины ухода самые различные. Плоть, если, основно, это конфликт со своим сверстниками, то есть, а вторая, это, если, допустим, с одного центра перевели в другой, он еще не смог адаптироваться. Друзья все находятся в другом субъекте, ну, как правило, это с одного субъекта в другой перевод, таких случаев очень много, и они бегут туда. Туда? Да. Кстати, как находится ГИС, когда дети находятся именно в совершенно другом регионе? Как раньше, вот мы начинали, когда потренировали службу, были такие случаи, когда уезжали к родственникам или кому-то еще, а он садится в электричку каким-то образом и доезжает до Москвы. И там вот уже, и там уже розыск, у вас же все взаимодействие какое-то налажено со всеми регионами. Да, да, конечно. Можно я расскажу про такой случай в прошлом году, насколько я помню, в прошлом или позапрошлом. Причем ребенку было, по-моему, 7 или 8 лет. Очень интересный случай. Да, да, да. Просто замечательный пример. Из одного из районов нашего города он самостоятельно добрался до вокзала, сел в электричку и, соответственно, уехал в Москву. Даже в таком возрасте. А поехал он куда-то, к кому-то? Ничего не известно, да? Сейчас уже не... Дядя уехал, да, в Москву, один раз там был. Хочу подчеркнуть, 7 лет. Да, 7 лет. Да, 7 лет. С Завожского района, не буду приближаться к локации, к Завожскому району он на автобусах доехал до автовокзала. Он из семьи, да, выезжал? Семья, благополучная семья. По-моему, даже из магазина он ушел. То есть, маму из магазина. Да, да. Вот он самостоятельно пробрался в электричку, приехал в Москву, но там оказались в вагоне сотрудники ПДН Московского области, да, и они сразу поняли, что он там один. И вот они так бдительны, молодцы, сработали. Вот, кстати, тут важно, да, что, если, допустим, вот он в автобусе, допустим, добрался, он в электричку сел, здесь важно бдительность вообще даже, если, ну, не в каждой электричке быть сотрудник ПДН по счастливой случайности. Жители, чтобы увидели, что один ребенок, звонить, предупреждать, что вот едет в таком-то направлении, маленький ребенок один без никого. Тут важно такие звонки? Конечно, важно. И, слава Богу, есть такие бдительные граждане, которые действительно отзваниваются. У нас ребята встречали на вокзале вот таких дезориентированных дедушек, бабушек, то есть люди позвонили, мы едем из Москвы, с нами вот такая вот бабушка. Мы уже на вокзале встречаем, здравствуйте, а вы куда? Понятно, ведь до пожилых, возвращаясь от детей до пожилым людям, часто, да, уже когда разума нету, да, в деменции не помнят ничего, ни как завод, никуда ехать, да? Это тоже страшно. И вот как раз эти случаи были из других регионов, к нам приезжали, и наши уезжали. И даже в этом году, правда, не помню насчет состояния здоровья, но у нас женщина, я помню, ушла в соседнюю область, там ее нашли. Тут, кстати, есть, возвращаясь к подросткам, те, которые, как мы раньше называли, склонны к бродяжничеству. Есть такой термин, который вот просто не потому, что кому-то назло или за двойку, или что-то, а вот просто ему хочется путешествовать в стране, лишь бы только не под присмотром. У нас, если анализ провести последние 10 лет, у нас есть такая возможность, да, то, ну, то есть я вот такой взял, да, Гирилл, а последние три года у нас нет такой проблемы. То есть дети не уходят с семей или с центров для того, чтобы там побродить по нашей стране. У нас таких заявлений не поступает. Раньше, да, это было, сейчас нет. А, Константин Константинович, важный момент, который мы упустили, но мы об этом постоянно говорим и еще расскажем. Потому что раньше бытовало такое мнение, что если пропал человек, то нужно вот так вот сидеть и ждать, как у морепогоды, три дня. Вот по часам прошло трое суток, тогда можем бежать в полицию, подавать заявление, что сейчас и было не такое. Ну, когда-то такое было. Да, и очень избитый вопрос. Нужно непосредственно, там, обязательно подождать три дня, после чего обратиться в орган полиции. Вот, я рекомендую ничего не ждать. Зачем ждать, для чего ждать, как говорится, каждая минута дорога. Вот, по необходимости рекомендую обращаться в полицию. Три дня ждать не надо. И еще раз говорим, они имеют права в дежурной части вам отказать. Вы приходите с заявлением, да? Или вам там дают бланк? Как это делается? Можно прийти с готовым уже написанным заявлением, либо написать на месте, там будет приглашен сотрудник. Опять возвращаемся к сказке. Десять листов будут заполнены, непосредственно будут сформированы дежурным следственно-оперативной группой. При необходимости служебная собака, выезд на место. Последнее место пребывания. Изученник с экспертом. Но это на тот процент небольшой. Он один. Исчезновение криминального характера. Это, еще раз повторяем, это один процент. И 80 процентов, как я сказала в начале программы, приходится на первые 10 дней, когда человека разыскивают. До заведения рискного дела, да. Сова у нас сколько вы подсчитывали? Сколько вы человек уже нашли? Сколько вы существуете? Существуем мы с 2011 года. На данный момент уже более, наверное, 7 тысяч у нас было обработано заявок. 7 тысяч. Да, человек был найден. Могу точно сказать, что за последние только полугодия 431 поиск у нас. Процентов, наверное, 70 найденного. Это вы 80 процентов найдены живыми. А такие цифры... Люди же ведь работают, вы вначале сказали. Люди-то у вас разные. В основном работают, да? Когда успеваете? Успеваем по ночам. Основные мероприятия лесные проходят именно ночью. То есть, если это город, да, у нас, конечно, больше возможностей. Мы после работы можем покататься, поискать лес. Как правило, то есть, пока мы соберемся, пока мы доедем, это уже будет ближе к ночи. Это же сколько расходов, Сергей. Это покататься и автопатруль, вы говорите, и добраться до места. Это вопрос, естественно, у всех. Некоторые, наверное, считают, что если есть это поисковое движение, значит, это что-то связанное с деньгами непосредственно. Откуда деньги берутся? Так, ну, во-первых, у нас есть крупные организации в Твери, которые нам помогают, как покупают нам оборудование, покупают нам какие-то, оплачивают нам листовки для профилактики. Безвозмездно помогают. Безвозмездно абсолютно помогают, да. Мы никогда не берем наличность, мы говорим, но не спрашивают, что нам нужно, мы говорим, что нам нужны, допустим, там, навигаторы. Они купят нам навигаторы, ну и так далее. Плюс в этом году мы выиграли, участвовали в конкурсе фонд президентских грантов, выиграли, соответственно. Реализуем программу «Спасти может каждый». Вот в рамках программы этой мы как раз приобрели большое количество оборудования, приобрели штабной автомобиль «Газель» и сделали большое количество листовок для профилактики. То есть мы проводим профилактику как среди детей, так и среди взрослых, где подробно указано, что нужно делать и как нужно делать. То есть вы выходите в том числе и в какие учебные заведения, это и лекционная работа? Да, это лекционная работа, причем она действительно огромная. Практически, вот пока был учебный сезон, практически каждую неделю, каждый день даже ребята ходили по разным классам в разные школы, везде проводили вот эту лекцию. Насколько эффективны, вот на ваш взгляд, Константин Константинович, вот такие вот лекции, если бы человек знал, то он бы поступил по-другому? Вот такая вот работа профилактическая. Ну, это все зависит от человека, наверное, мы все разные. Знать и поступать, это, наверное, разные вещи. Но в львиной доле, да. Сразу почему-то вспоминается, как вот сейчас серия мошенничеств, да, это обвал, да? Да, да. Вроде бы как я знаю, все знают, да, то есть одно этого никогда не случится, да? То же самое, когда, ну че, я пойду в лес, тут 100 метров, куда я ходил 40 лет, да? Че, что я на 41-й заблужусь, а вы хоть по-другому? Это любимая фраза наших найденных потеряшек, да, то есть, да, я здесь с детства в этом лесу, и здесь каждое дерево знаю. Теряются все. А вот такое бывает. Константин Константинович, насколько по-вашему, ну и по-вашему, по вашей работе, вот с 11-го года, Сова, насколько важна уголовному розыску сотрудникам полиции помощь волонтеров? Хотел бы пользоваться случаем, просто их поблагодарить. Вот сейчас глядя в лесу Сергея. Да, просто, да, да, вот посмотрите, да, вот представителю, да, Савы, и сказать, что большое вам спасибо за такую сильную гражданскую позицию, да, то есть мы сейчас разговаривали, да, там, ночью срываются на своей машине, поехали, нашли, вот, все, молодцы. Хотел бы просто сказать честь вам и хвала. Вот что есть у нас такой отряд, Сова, вот, у нас с ними соглашение, очень давно, они самые первые. Я уж тогда добавлю, что у нас не только с вами, у нас и со следственными комитетами, и с МЧС, со всеми у нас соглашениями, со всеми структурами, правоохранительными, да? Со всеми соглашениями, и мы обмениваемся информацией полностью, и всегда готовы помогать вам. А такие, а такие вообще, Сова, скажем так, есть в каждом регионе России, или там каждый отряд называется по-другому? Там каждый отряд по-своему называется. Сова, я знаю, где-то есть еще в Приморском крае, насколько я знаю, они тезки наши. То есть мы вот такие вот верхневожьи, да? Вопрос в том, кто может стать волонтером, вообще волонтерское движение. Вот, а как Сергей рассказывает, мы днем работаем, ночью мы ищем вопрос, когда живы, отдыхаете и спите. Благодаря тому, что нас действительно много, мы не каждую ночь выезжаем, это пугает людей, как правило, да? Вы ночами не спите, достаточно один раз в месяц даже, если вы выйдете, это будет прям великая польза от вас. Как от волонтера. Сегодня я могу, завтра Вася может и так далее, и так далее. Кто может стать, да любой, в принципе, человек может оказывать помощь волонтерскую. Это не обязательно выезд в лес, это может быть человек, который владеет фотошопом, это человек, который владеет грамотно русским языком, достаточно писать вот эти посты, да, общаться со средствами, со СМИ. Любой человек, достигший 18 лет, добро пожаловать в отряд. И возраст не важен тоже, верхний, верхний, верхний. Верхний нет, потому что, я говорю, есть люди, которые не выезжают, но они оказывают просто колоссальную помощь. У нас происходит ежегодное учение, и ребята просто, допустим, могут приехать помочь на кухне. Да, или даже на поиске, когда он там вторую ночь идет, я когда выйду из леса, я буду просто целовать того человека, который мне горячего чая принесет. Целовать того человека. Кстати, вот, Константин Александрович, а часто приходится слышать слова благодарности, я уже говорю, не расцеловать и не обнять. Что спасибо говорят за то, что вы нашли человека? Достаточно часто говорят спасибо. Ну, я продолжаю тематику, да, взаимодействие. Мы же плечом к плечу, как говорится, да, с волонтерами, да, ну, то есть, совой. Я вот все говорю время о Софье, о нашем совместном детище, да, вплоть до того, что в каждом территориальном органе закреплен оперуполномоченный, который отвечает за ростную работу. У них взаимодействие напрямую, то есть, в каждом районе у них же тоже есть свои представители, то есть, напрямую, на телефонном они звонки, как говорится, находятся постоянно, то есть, минуя вот этот вот весь круг, то есть, подключаются очень быстро, очень быстро подключаются и, опять же, повторюсь, находят, то есть, постоянно благодарности. Просто, ну, да, еще раз повторюсь, чем раньше, быстрее, это, опять же, говорю о Лесе, да, то есть, нас проинформировали, мы подключили сову, вот, и знаем место, равную точку, да, нашли. Точку входа, да, и сразу нашли, да, то есть. Иной раз потребуется, наверное, медицинская помощь, экстренной человеку. Ну, тфу-тфу-тфу, мы сами проводим обучение волонтеров. То есть, этому волонтеру обучены? Да, это обучаем каждый год, как правильно остановить кровотечение, как правильно эвакуировать из леса, если есть лежачий вода. У нас все волонтеры сейчас обучены, естественно, которые новые приходят, со временем тоже научатся. Не припомню, что вот прям срочная была нужна помощь. Ну, бывают такие ситуации, да, когда вызываем скорую на всякий случай, чтобы подстраховаться, вот, ну, слава богу, пока обходилось. Но все-таки лес, не думаю, что человек там лежит и стекает кровью, как бы, ну, это прям... Ну, конечно, случится может всякое, может, просто он упал или о каком-нибудь берегу, или о корягу. Были случаи, когда у нас даже вертолет вызывали, когда, по-моему, змея укусила, я сейчас не помню, по-моему, Киморский район, да, вызывали даже вертолет, да, то есть, чтобы спасти человека. Ну, вот змея, бывают же, наверное, случаи с дикими животными. У нас, конечно, не тайга в Сибири, но, тем не менее, может случиться всякое. Ну, медведя, да, медведя, да, медведя, да, медведя встречала даже вот сама, когда лес люблю, ходила вот в Калининском районе, Кублаковский сельский, сейчас уже муниципальный округ, пожалуйста, медведица с медвежонкой, правда, было давно, когда они еще там, наверное, водились. Кстати, Константин Константинович, есть ли, насколько у вас взаимодействие с другими регионами, вот с вашими же отделами такими по розыску, вы часто ли держите другую на связи, ну, или по необходимости? Есть общая база на всю Россию? Да, я вам скажу больше. Применительно, давайте начнем с несовершеннолетних. Вот, то есть, поступило заявление, это заявление сразу видит вся страна, то есть, да, это все идет через Главное управление уголовного розыска, то есть, то, что пропал ребенок, видят все. То есть, опять здесь начинается, в чем ушел, был ли телефон, вот, ну, с телефоном, я уже повторюсь, гораздо проще, то есть, ориентирование очень быстро, по несовершеннолетним, по без вести пропавшим, скажем, ну, то есть, мы уже это все обсудили, да, имеется, то есть, градации, да, под группы без вести пропавших, немножечко ситуация по-другому складывается. Характер исчезновения здесь же, ну, то есть, наверное, думаю, что всем здесь понятно, вот. Вот, ориентирование происходит в течение дежурных суток, ориентируется, дежурный, оперативный дежурный ориентирует все территориальные органы, как в субъекте, так и вне. Ну, вот здесь будет все субъективно, в течение дежурных суток. Не все знают, не все, и вообще, многие утаивают характер исчезновения, если уж так честно говоря, да. Многие, допустим, скрывают, не хотят, что какую-то огласку придать, родители, дети, да, на производстве узнают, что там не пришел, загулял. Да, это как раньше отрезвитель попал. То есть, когда начинаешь разбираться, уже когда установлен человек, начинаешь разбираться, то есть, мы начинаем с чистого листа, всегда. Ничего себе! Ну, вот казалось бы, да, если пропал ребенок, да, подросток? Даже по детям врут, у нас девочка-ангел, она учится хорошо, у нас все замечательно. А, это вот такой вот, да, с этим и сталкиваемся, да. С этим и сталкиваемся, да. Она там на стройках каких-то фотографируется, не совсем и ангел оказывается. Почему нас молниеносно и не продвигает к установлению беззади пропавших? Все это затягивает, затягивает нас все. Ничего себе! А, Константин, кстати, хватает личного состава на поиск, вот, если бы не было волонтеров, скажем так? Ну, если бы не было волонтеров, я, ну, то есть, кривить душой не буду, нам было бы очень сложно. Если бы не было волонтеров. Лес однозначно. То есть, своими силами мы, наверное, не справились, включая Росгвардию и МЧС. И МЧС, да. Тут все равно от них не хватит никого. Где массово, да. Мы не знаем отправную точку, где зашел человек. Нужно действительно максимальное количество волонтеров, полицейских, МЧС и так далее. Для того, чтобы массово сначала закрыть территорию. А самое сложное время года, Сереж, какое для вашей работы? Пропадают чаще всего вот именно, когда лес дает свои дары или по зиме тоже бывает? Ну, на самом деле, последние пару лет сезон у нас не кончается, то есть, теряются круглый год. А там, наверное, и охотники, и кто-нибудь еще. А туристы бывают, пропадают? Туристы пропадают. Ну, у нас не только же лес, мы же и по городу тоже работаем. Поэтому сезон практически... Сезон, если такой нет. Ну, конечно, обострение, да. Это вот сейчас грибной сезон. Это будет... Ну, ожидаем, что, да, будут больше теряться люди. — Если говорить за последние годы, Константин Константинович, есть ли какой-то плюс или минус тех, что больше стало без вести паравших, меньше, или все идет один уровень относительно? — Ну, практически, я бы сказал, все идет в одном уровне. Не больше и не меньше. Если, допустим, ну, понятно, что к осени будет всплеск, а он обусловлен, да, понятно, чем, вот, да, то в начале года, то есть, мы опять все выровняемся, потому что в лес никто не пойдет, в марте, наверное. — Наверное. — Да, наверное. Сереж, давайте скажем, как вас найти, если кто нас слушает, мало ли, хочет человек стать волонтером, где вас найти, куда звонить, куда обращаться? И какой-то стержень, наверное, внутри нужно иметь, да, помогать людям, стремлению. — Ну, естественно, без стержня не обойтись. — Большое сердце. — Большое сердце всем нам нужно. Как нас найти, есть мы во всех соцсетях, то есть, просто выбиваете «Савва-отверь», и любой поисковик он обязательно это выдаст. Если по сайту поисктверь.ru, там вся информация есть, и как вступить, и какие рекомендации, то есть, если вы сейчас, допустим, не расслышали, можно все там посмотреть, вся информация там есть. — Офис есть какой-то у вас? — Нет, ну, как такового офиса, наверное, нет. Он у нас больше как склад используется, то есть, там хранятся какие-то вещи, потому что, ну, чаще выездной характер работы, и штаб организуем прямо на месте. Вот сейчас, опять же, благодаря «Газели» это для нас прям спасение. Мы за столом, в тепле, в комфорте можем раздать задачи, ребята пошли дальше искать в лес. — Здорово. Константин Константинович, программа подходит к концу. Давайте подложим. Еще раз, чтобы люди запомнили, самые главные советы, что необходимо. Полторы минуты у нас. — Первое, на первое, не ждать три дня, обращаться в ближайший территориальный орган. Повторюсь, независимо, где вы зарегистрированы, и где вы проживаете, в любой территориальный орган. При себе нужно иметь фотографию, хотя, ну, то есть, конечно… — Человека. — Человека, да. — Неважно, это фотография или в телефоне, это неважно, где эта фотография. — Да, просто, ну, последствия мы там потом найдем, есть много ресурсов, откуда можем черпануть информацию, тем более по фотографии. Ну, на начальном этапе мы должны работать, а для того, чтобы работать, нужна фотография. Вот. Обращаться может не обязательно родственник, близкий. То есть, бытует мнение, что обязательно должен прийти родственник, не обязательно. То есть, заявление примут от любого гражданина. — Сосед, друг, знакомый. — Да. Впоследствии будут уже разбираться. — Угу. — Если в этом будет какая-то необходимость. То есть, по лесу мы уже говорили о том, что сразу же не пришел, сразу же нужно звонить. Сразу же. В территориальный ворк позвонить. Не бежать, а просто звонить. Потом, это самое, пригласят, возьмут заявление в установленной форме. Ну, самое главное, конечно, для нас, так же, как и для волонтеров, время. Поиски бизнеса пропавших. Время. Самое главное. Время, оно уходит, и эффективность сводится к нулю. — Я думаю, что прислушиваться к вашим советам, уважаемые друзья. Вот я, наверное, от имени всех жителей нашего региона хочу вам сказать большое спасибо, что вы выполняете такую работу. Главное, это совместная работа. которая, она приносит вот пользу всем. Спасибо, Сережа, вам, и низкий поклон за это волонтерство, потому что у нас, наконец-то, в стране волонтерство стали уделять должное внимание, люди помогают. У людей, действительно, мы сегодня уже говорили, большое сердце, стремление помочь, а это самое, наверное, главное. — Главное количество растет. — Главное количество растет. Вступайте в ряды волонтеров, помогайте, уважаемые друзья, и не забывайте, что нужно идти в полицию, если случилось такое, писать заявление, не ждите три дня. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Берегите себя. До свидания.